Всем привет, с вами снова Вета, и я продолжаю приходить игру Гарри Поттер и Кубок Огня, и сегодняшняя серия, как бы печально это ни было, планируется быть финальной нам. Прежде, я, пожалуй, так кое-чем похвастаюсь. Испытание Грюма, которое я проходила в предыдущей серии, я решила так немножечко улучшить. И смотрите, что у меня получилось. Первое испытание золотое время, второе испытание золотое время и третье испытание золотое время. Да, тут я вообще просто до ужаса довольна с собой. Мне дали по 350 конфеток, то есть как бы если бы мы не проходили испытание на серебро, а сразу пошли бы на золото, нам бы дали 500 конфеток. Ну понятно. Испытание полет Бубенцубера я, на удивление, прошла на серебряное время. Я тут обнаружила для себя такую мишень, в которую, если попадаешь, получаешь 50 очков. Это очень даже круто. Правда, в нее еще попробуй попади. Еще обнаружила какую-то глючную мишень, в которую не попадаешь, она все равно тебе дает очки. Правда, не всегда. Ну, в общем, вот так вот. На золото я, к сожалению, просто не потянула, но с серебром, на самом деле, я уже довольна, потому что раньше я просто даже до бронзы у меня не доходила. И, к сожалению, только игра в кубики у меня осталась неизменной. То есть я даже на бронзе не смогла ее пройти, просто потому что, блин. То есть представьте, вот у вас уже из четырех кубов башня стоит, и вы поднимаете последний куб, и все рушится. Вот знаете, это просто ужасно обидно. Ну да ладно. У нас все отлично, кстати. По конфеткам мы так тоже немножечко, это... Смотрите, 3,867. Это почти как 4. Вот, и гермионы еще больше. И урона... Урона вообще 4, вы посмотрите. Это же просто офигенно, на самом деле. То есть я так подзаработала нашим перцем конфеток. Еще полетала Гарри с дракошей. И, кстати говоря, за весь полет потеряла всего 20 хп, это тоже для меня абсолютно не свойственно. Ну да ладно. Болтовня заканчивается, и мы с вами приближаемся, точнее мы уже будем проходить третий тур турнира трех волшебников под названием Лабиринт. Конечно, тоже-таки довольно непростое испытание, но я надеюсь, что у нас получится пройти без фейлов. Только профессор Грюм знает местонахождение куба. Он установил кубок внуки Лабиринта. Чемпионы, готовьтесь. Вообще странно, Гарри у нас же заходил в Лабиринт вместе с Седриком, а тут почему-то один. О, вон там. Где-то там трибуны тоже посередине Лабиринта. Это вообще странно. Ну да ладно, вот Гаррик идет, идет. Господи, что-то пустов не видел, что ли, мальчик. Какой ужас. Ладно, давайте не будем терять время. Тут, в принципе, тоже можно пройти испытание на золото, серебро или бронзе. Тут только, по-моему, это дает только конфетки, я не знаю. Финда. Так, почему? Вообще, по-моему, раньше тут закрывался проход. Но не суть, важно. Гарри, 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 Гарри. А, ну или он закрылся где-то не там. Я не знаю. Давайте попробуем идти по конфеткам. Нам, короче, нужно куда-то налево. Так, тут Даклиферс применяет. Видимо, тут с соплохвостами приходится сражаться. Кстати говоря, о соплохвостах. Так. Я так чувствую, что я пошла не туда. А, вон тут есть конфетки. Давайте попробуем. Правда, вот эти штуки нас будут отшвыривать. О, смотрите-ка, мы их пробежали. То есть, пока что мы справляемся, на удивление, неплохо. Нет, давайте лучше пойдем направо. Так, нет, тут тупичок. Нам, короче, нужно добраться до центра лабиринта. На самом деле, лабиринт тут такой себе. Ведерко разбивать, пожалуй, не буду. Не будем терять время попусту. Слушайте, мы что, добрались уже? Я что-то не поняла. Мы добрались, ребятки. Да. Тут нас захотел напасть Виктор. Седрик нас спас. Но нас пытаются поймать злобные кустики. Гарри, беги, черт тебя побери. Вот тут видите, какой он медленный. Мы можем, конечно, по пути притягивать конфетки. И при этом нам нужно постоянно поворачивать. Но я предлагаю идти всегда направо. Ой, нас кустики немножко... Ой-ой-ой-ой, нас кустики немножко пытаются замедлить. Всегда идем направо. Всегда-всегда-всегда идем направо. На самом деле, сейчас очень громко. Надо будет сделать эту часть видео потише. Просто я на самом деле себя сейчас очень плохо слышу. Ой, тут еще добавляются колючки, которые отбирают у нас ХП. Кстати говоря, у нас пока что соточка. Обратите внимание. Я на самом деле очень рада, что довольно быстро пошла лабиринт. Потому что я его терпеть не могла. Я в нем постоянно заблуждалась. Там все такое. Ладно, я надеюсь, что нам повезет. Хотя на самом деле тут, я говорю, время в принципе не играет особой роли. То есть как бы нам не нужно собирать уже никаких щитов. Мы все возможные щиты с вами собрали. Так, а мне уже надоело, если честно, здесь бегать. Вот блин, почему я не могу скорться? То есть, понимаете, я сейчас со всей дурой давлю на стрелку вперед. Но, тем не менее, Гарри бежит в таком темпе, в каком он бежит. Так, мне кажется, по-моему, там находится выход. Ну или что-то вроде того. В общем, сейчас нашется мое самое нелюбимое место. А если мы очень быстро пройдем? Да, слушайте, это выход. Это точно выход. Господи, пусты меня пугают просто. Ой, Гарик прилетел. Как хорошо. И там шутер в текстурках. Господи, как он... Господи, как ты здесь оказался, чувак? Ой-ой, сейчас смотрите. Стоит нам приблизиться к Седрику. Тут будет просто... Ой-ой-ой, давайте. Чуваки, чуваки, чуваки. Давайте, бегите, бегите, бегите. Так. О, боже мой. Ну, это как раз то, вот чего я больше всего боялась. Давайте, киса-киса-киса. Киса-киса-киса. Ну, блин, почему они... Давай-давай-давай-давай-давай. Надо, чтобы они столкнулись со стенкой. Тогда можно будет применить инфлатус. Эй, соплохвостики. Так, ясно. Этот решил... Этот тоже решил пополивать. Тут все нафиг. Так, неким желтым веществом. Не буду вообще просто думать, что это такое. Давайте, киса-киса-киса. Сейчас главное вовремя отбежать. Ой, блинский. Ну, у меня же получалось что-то сделать. Понимаете, ребятки, у меня получалось. Так, давайте, киса-киса, я здесь, я здесь, я здесь. Ой, есть, 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 есть. Сейчас надо быстренько инфлатус. Ай, зараза такая. Боже, пока он не очнулся. Давайте, давайте, давайте. Есть. Минус соплохвост. Отлично. Блин, Седрик помог бы. Ну, хотя, да, логично, как ты мне будешь помогать. Просто, понимаете, тут по идее, как бы, рассчитывалось на то, что ты можешь применить Даклифорд. Все, давайте. Так, осталось самое... Блинский. Давайте, подбегаем к стене. Киса-киса-киса-киса-кисанька. Есть, все, теперь инфлатус. Шикарно. Все. Давай, Седрик, падай, чувак. Господи, как будто бы мертвый, честное слово. Вместе. Тут началась какая-то суперлевая романтика. Да ладно, я что, прошла на золото? Вы серьезно? 4,49 это было золото? Да ладно. Слушайте, ребята, я никогда не проходила вообще этот лабиринт на золото. Понимаете, это вообще просто самая удачная серия в моей жизни. Вот серьезно. То есть я незадолго до этого проходила испытания Грюма. И я прошла их, как видите, довольно успешно. Ну, кроме последнего. И тут вдруг я прошла испытания на золото. Блин. Слушайте, вот реально будет что просто вспомнить. Будет что вот в памяти сохранить. Офигеть. Просто золото. Вообще. Ладно, давайте продолжим. Нам открылся последний, собственно говоря, эпизод. Уже нечего скрывать. Смотрите. Авиферс и Даклиферс. То есть их можно было как-то применить. Я уж не знаю как. С того, с тех конфеток мы выиграли. Ну, кстати говоря, могли бы побольше, я считаю. И сейчас, прежде чем мы пройдем последние испытания, я думаю, что мы обойдем на смысле последний уровень. Так, ну у Гаррика у нас, понятно, конфетки увеличились. Мне интересно, что у Гермиона... Слушайте, да, Гермёни с Руном они тоже добавились. Так что это просто супер. Хотя конфетки нам по факту и не нужны. Но давайте все-таки пройдем с вами последний эпизод. Вот. Эпизод Волан-де-Морт. Ну, всем все понятно. Седрик, вернись к кубку! Живо! Я не оставлю тебя! Убей лишнего! Нееееет! Абада Кедавра! На самом деле, тем, кто не читал книгу или не смотрел фильм, вообще трудно понять, как бы что-то происходит за вакханалия. Ой, у нас тут, смотрите, рикошет удар добавился. Наши задачи убивают скелетов. Короче, мы оказались на кладбище, как можно понять. Нас телепортировал кубок победителей, который оказался порталом. И Седрика убил Питер Петтигрю, он же Хвост. И возродился Волан-де-Морт с помощью одного древнего обряда. То есть, Хвост должен был для этого достать Хвост от Дава-Ланд-де-Морта. Собственно говоря, потому мы на кладбище плоть слуги, то есть, свою руку он отрезал. И кровь врага, то есть, кровь Гарри он взял. В общем, вот так вот, все весело? Так, а где скелеты, я не понимаю. Слушайте, где скелеты? Чего они перестали лезть? Я что-то немножечко не понимаю. Ой, да, вот это сейчас сработал эффект про инкантатом, я про это уже говорила. Ой, сейчас мы будем тут все рушить нафиг. Сейчас надо, надо скелетиков убивать. Давайте, давайте, давайте. Главное, не подпускать их к себе близко. Вот, смотрите, вот так вот мы их убиваем. Да. В общем, палочки Гарри с Волан-де-Мортом соединились, поэтому... Произошла вот такая вот фигня. Просто потому, что эти палочки родственницы. Господи, на самом деле, вот знаете, сейчас такое ощущение, будто бы вот я реально сама на месте Гарри нахожусь. И тяну этот чертов луч! Нет, нет. Тут, кстати, еще пожиратели смерти. Ой. Господи, сейчас за нами еще начинает носиться статуя смерти. И скелеты, и все это вместе. Главное, чтобы нас не приплющило этой статуей чертовой. Так, давайте, давайте, давайте. Блинский, не трогайте моего Гарика. Ой. Хватит трогать мою мать. Изел. Ну, в смысле, мать Гарри. Господи. Чувак, ты это, я не знаю. Ладно. Я просто промолчу. Давайте, статую, статую. Ах ты! Козлина! Надо срочно подлечиться. Я вообще просто уже забыла, о чем говорю. Все, отлично. 10 хп, 10 хп. Давайте, статую, статую. Он сейчас нас убьет, к черту. Я надеюсь, как бы был чекпоинт или нет? Я что-то как-то вообще не вникаю. Все, давайте, скелетов. О, давайте, давайте, давайте. Мы должны разбить эту статую. Господи. Вообще, какой-то неуправляемый луч. Я сейчас, наверное, дико ору, да. Ну, вроде как, по-моему, это все. Блин, у нас отняли 10 хп. Тут где-то орут Пожирателя Смерти. На них орут Волан-де-Морт. Я ору вообще, пытаясь как-то спастись. А, черт. Она опять отнялась 10 хп. Господи, дали бы, блин. О, ура. Господи, все, самое страшное позади. Я не вижу его. Вот, смотрите. Как раз-таки сработал эффект. Прерывал контакты. Гарри тащит тело сетрика. Акцион! Взять его! Вообще, тоже довольно странно. Гарри! Ладно. Волан-де-Морт вернулся. Посмотрим конститу. Если настанет время делать выбор между легким и правильным, вспомните Седрика Дигари. Он был честным, добрым и смелым. Неважно, насколько убедительно ты будешь рассказывать, что произошло сегодня. Люди не будут верить в возвращение Волан-де-Морта. Но ты должен рассказать. В общем, вот так вот. Сейчас давайте какие-нибудь пропустим титры. Так, алло, титры можно как-то пропустить? Я не знаю. Я сейчас пытаюсь жет на все подряд, но, видимо, их нельзя пропустить. Ну да ладно. Значит, тогда ждем, пока титры закончатся. Может, немножко сейчас поговорим тогда. В общем, вот такая вот игра. Конечно, закончилось все очень грустно. Смотри, где Игорь погиб. Гарри как бы выиграл турнир трех волшебников, но... Как бы, сами понимаете, эта победа... Как бы ему, по сути, уже, ну... Блин, ну какая может быть победа, если тут такое происходит? В общем, вот. Волан-де-Морт вернулся. Ну и профессор Грюм, который все это время нас там учил всяким заклинаниям, проводил всякие испытания. На самом деле оказался не Грюмом, а пожирателем смерти, который пил оборотное зелье. Собственно, который и кинул имя Гарри в кубок огня, из-за которого Гарри и стал участвовать в турнире трех волшебников. И именно он превратил кубок в портал, чтобы перенести Гарри в это самое место. В общем, такие вот дела. Я все еще жду, пока закончатся эти чертовы титры. Надеюсь, что они скоро закончатся. В общем, вот, и Грума прошли. Сейчас еще, когда титры закончатся, я вернусь в менюшку. Еще, может быть, что-нибудь продемонстрирую. Так это от нечего делать. Ну и в общем, мы Грума прошли. В принципе, это было довольно-таки интересно. Но когда меня, конечно, с испытаниями Грума пришлось помучиться, и с этим последним испытанием тоже пришлось помучиться, но я впервые прошла третье испытание на золото. Да, я просто вообще в шоке от этого. На очереди у нас теперь Орден Феникса. Ура-ура! За Орденом Феникса там будет Принц Полукровка. Тоже не менее интересная игра, хотя они как-то чем-то похожи между собой, но Орден Феникса в чем-то поинтереснее Принца. Принц, не, в Принце на самом деле тоже есть свои интересные вещи. Ой, у нас сменилась музычка. И, по-моему, это музычка из озера. Да, когда мы плыли в озере, у нас была такая музычка. Где же закончат эти титры, я не знаю. Я пытаюсь нажать на Escape, пытаюсь нажать на пробел, я пытаюсь вообще нажать на все, что только можно нажать, и оно что-то как-то не нажимается. Ладно, я просто помню, что титры вроде как можно... Вроде как они заканчиваются. И после этого нас снова возвращает в игру. А точнее, нас возвращает куда-то в самое начало. Слушайте, мне кажется, или они стали дергаться? Или мне это всего лишь кажется? Вот реально просто титры трясутся. Или у меня уже просто глаза, не знаю, устали. На самом деле, я вот буду потом при монтаже пересматривать эпизод с Волан-де-Мортом. Наверное, я там много всякой чепухи говорю, но вроде как... Вроде как самое такое основное я передала. А на самом деле, конечно, мне очень удачно получилось в плане сюжета. То есть, сюжеты вообще непонятные. Те, кто не смотрел фильм или не читал книгу, просто половины игры просто не поймут. Это да. Ну и, конечно, тот самый искусственный интеллект, то да. Вот я, например, когда проходила испытания Грума, я поняла, что в испытаниях с Грумовыми котлами и Бубан-Тюберами два персонажа просто не нужны. О, да, смотрите. У нас закончились титры, и нас, слава богу, переносят обратно в игру. Ну, вот наша уже знакомая вставочка. Значит так, загружаем игру. Вот у нас, смотрите, степень мастер. Ну, кстати говоря, по дате можно видеть, когда я снимала это видео. Просто интересно, когда оно зальется на канал. Я сейчас не знаю. Тут у нас картинка изображена с лабиринтом, но мы заходим сюда. И вот она, наша менюшка на шо-мод памяти. Вот, теперь мы можем все крутить, все смотреть. Тут у нас в виде таких витражных картинок показываются наши эпизоды. Тут лагерь, который, кстати говоря, вообще просто не показывается среди эпизодов. За счет от темных искусств. Испытание грюма. На самом деле интересно переключаются картинки. Так, даракончиков. Мне интересно, что в самом конце у нас находится. Так, тут у нас лабиринт, тут у нас... А, смотрите, тут просто две одинаковые картинки с кладбищем. В общем, все это мы можем проходить по нескольку раз, сколько хотим. Зарабатывать на этом конфетки. Не знаю, с врагами там что-нибудь делать. Я уж не знаю, что с этим можно делать. То есть, смотрите, вот. Можем еще раз посмотреть на наши итоги. Я специально выбрала тот уровень, на котором есть какие-то там мини-щиты, да. То есть, вот у нас все собрано. 38 щитов. 5 дракончиков на этом уровне. Ну, как, собственно, на каждом мини-щиты. Карточка. Итоги. Степень мастера. Чары. Удары. И задания. Вот так вот. Карточки. Ну, с карточками у нас все. Все-все-все собрано. Я даже не буду открывать. Мне что-то как-то лень. Хотя, на самом деле, поскольку я не сразу открыл для себя эффект движущейся карточек, я, может, как-нибудь сделаю отдельное видео, в котором все вот эти карточки открою и все их прокручу. Заодно и на наличие багов проверю. Вот, как помните, с Гринделоу у меня было в какой-то там серии. Уже не помню, честно. В общем, вот так вот. Видеоролик. Но я его включать не буду. Так уж и быть. Я его включала в прошлой серии, так что хватит с меня. В общем, вот так вот. Все. Кубок огня закончен. Кубок огня пройден на 100%. Ну, как бы, не считая испытаний игру, но на самом деле это так уже для меня, как бы, не показатель. Я считаю, что прошла вообще максимально, как смогла только пройти. Ну, как уже сказала на очереди Орден Феникса. Может быть, еще какие-нибудь интересные видео по уже пройденным играм. Да, мне есть что записывать, да, в скором времени постараюсь это осуществить. Конечно же, не буду забывать и про другие игры. Если кому интересно, можете тоже заглядывать, смотреть. Все-таки не просто уж так я их записываю, да. Ну, и, пожалуй, стоит на этом закончить серию, закончить на этом прохождение Кубка огня. С вами была Вета. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. До встречи в пятой игре в Ордене Феникса. Я вообще очень жду того момента, когда буду проходить. И всем удачи, всем отличного настроения, отличной учебы, отличного начала осени. Да. Не знаю, что еще сказать. В общем, всем пока.